Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на тесте часики Finov X5 Plus Smart Watch У них есть NanoSIM 4-х ядерный процессор Wi-Fi, Bluetooth, GPS Пульсометр, барометр Функции спортивные На велосипеде, пешком В общем, начинаем обзор Итак, что у нас есть в часах Есть циферблаты с анимациями Вот один из них Это второй Сверху показывает процент батареи Особо незаметно Но оно есть снизу часы В электронном формате Показывает день, неделю, месяц Значит Есть где буквально Немного информации Здесь у нас тоже Довольно таки Средненькой по информации Здесь вот Минимально Только время Секунды по центру цифровой Показываются И стрелочки аналоговые Отвечающие за минуты и час Есть вот такие Необычные Так Вот такой циферблат у нас есть Вот этим часам Очень идет Вот этот циферблат На черном фоне С черным ремешком Кожаным В красном стиле Очень хорошо смотрится на руке Под черный костюм И так Вообще он с любым Цветом идет Но там где часы Висят Одетые в стиль Просто супер Есть вот такие Также можно циферблаты докачивать Добавлять Это еще идут стандартные Те которые я Закачал У них их можно удалить У них сбоку Видимые Вот такие Минус То есть можно удалить Вот докачанный циферблат Вот так выглядит Вот такие есть Здесь показывает батарейку Погоду День неделю Месяц Сердцебиение Секунды И сами часы по центру То есть Они все разные Где-то очень много Функционала Выводимого Где-то очень мало Здесь вот есть еще Снизу шагомер Вот здесь они по нулям Потом я его покажу Погода Так И вот здесь они добавляются Итак Что у нас есть по меню Значит Телефон 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 У нас Здесь очень удобный набор Ошибиться очень сложно Промахнуться тоже Возможно Но сложно По сравнению с другими моделями Где Вот это выглядит обычно У нас вот так Здесь тоже Но можно Они очень близко И когда Ты пальцем нажимаешь Закрываются Еще соседние цифры Здесь это сделано Вот в таком Классическом стиле Под Ретро Телефоны Очень нравится Необычно Так Идем дальше Контакты Ну здесь понятно Записная книжка СМСки Тоже все понятно Значит здесь нету При наборе СМСки Русского языка Как его в принципе Он есть перевод Всего меню Но нет самого К самой клавиатуры Так Пульсометр Возможно в дальнейшем Русский язык появится Прошивка была Только одна Непонятно Что она исправила Когда она поставилась Как часики пришлись Сразу была прошивка Уже Которую надо было Скачивать Итак Вот у нас пульсометр Сейчас мы приложим Палец Пульсометр проверял Пульсометр Работает правильно На тренажере проверял Показывали одинаково Пульсометр Изменяемый То есть пока Функция включена Он будет Постоянно измерять То есть Вот как видно Чуть изменяется Отключается Выходом назад Значит по кнопочкам Это у нас кнопочка Назад Кнопочка Домой То есть Циферблат Стартовый Как и на Android Планшетах И телефонах И кнопочка Настройки Значит В меню Спорт Сильно не разбирался Но постоянно Сам считает Ежедневно Шаги Так же Здесь есть Внизу Настройки То есть Вес тела Вводится Сколько тебе лет И так же Можно выбирать Упражнения То есть Это бег Пешком На Велосипеде Как он точно Мерит Непонятно Возможно Использует GPS Пока не проверить Зима И так Назад 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 Идем дальше Это у нас Программы Хранятся Которые ставят И те Которые были Предустановлены Значит у нас Специальный маркет Адаптированный Маркет Полноценный Я бы даже сказал Потому что Есть приложение В которое ты заходишь И он говорит Что я не могу Это приложение То есть Он не дает Возможность Просто поставить Приложение Таких приложений Мало встречается За все время Использования Несколько дней Я встретил Одно приложение Которое Мне попалось Из тех Двадцати Которые я смотрел Это всего лишь Наш Сбербанк Который Не захотел Почему-то Сюда Вставать По непонятной Причине Возможно Это дело Даже не с адаптацией А с тем Что требовались Какой-то Функционал Дополнительный Хотя здесь Он вроде Весь В мире Но возможно По без Цели Безопасности Сложно Сказать Но Он сюда Не встал Хотя я Очень хотел Чтобы он Здесь был Но Не получилось Но не суть Значит Что у нас Если Значит Приложения Разворачиваются В полный В полный Квадрат То есть Срезаю Углы В использовании То есть Смотрите Так Значит Вот К примеру Запускаем Карты Углы Срезаются Есть приложение Где требуется Что-то Нажать По углам В таких В таких В таких В таких Случае Приходится Делать Следующее Здесь Есть режим Перехода На Другую Измерительную То есть Уменьшение Дисплея Он Срезается То есть Вот эти Края Окружности Становятся Просто Черными И Весь Квадрат Где Надо Просмотреть То Иное Приложение То есть Оно Грубо говоря Вот так Сужается То есть Если оно Виртуально У вас Вот так То оно Становится Вот здесь И вылазит Полностью Квадрат В квадрат В дисплей И вы Можете Угловые Точки Уже Использовать Если Там Есть Какие Либо Кнопки Так Мы Будем Вот этот Использовать Возвращаемся Так Продолжаем Значит По программам Я рассказал Кнопочка Назад Настройки Меню Немножко Переработано Под удобство Значит Первый Идет Wi-Fi Подключение Bluetooth Мобильная Сеть Можно Зайти Включить Мобильная Сеть Будет Работать Также GPS VPN Так Режим Полета У нас Ну Это все Время Икона В общем Это просто Настройки Такие же Обычные Как и На любом Андроге Так Так Что у нас Здесь Есть Здесь У нас Есть Значит Вот Моделька X5 Plus Android 5.1 8 Гигабайт У нас Здесь Встроенный SD Карту Не Поставить То есть Вот Сколько Есть Только Есть Что у нас Еще Можно Сказать О часах Часы Выглядят Супер Вот Прямо Когда Достаешь Из коробки Все Ты прямо Вот Они Как Я не знаю Как Магнит Ты просто Балдеешь От них Возможно Есть Наверняка И лучше Но Это Последние Новинки И Выглядят Они Просто Волшебно Значит В ремешке Похоже Что Антенки Вот Здесь Можно Заметить Плоскость Которая Не Сгибается Она Сгибается Но Здесь Утолщение И Всего Скорее Здесь Антенны Хотя Здесь Видно Что Они Вроде Как Съемные Но Если Сюда Посмотреть Ремешки Не Сгибаются В этих Вообще Никак Хотя Там И Сделано Что Они Вроде Как Съемные Нет Они Прямо Входят В корпус То есть Я Подозреваю Что Это Антенны Но Проверять Снимать Не Хочется Оторвать Что Либо Итак Значит Поп Скриптом Что У нас Тут Как Я Сказал 8 Гигабайт Из Них Когда Ты Включаешь Первый Раз Реально Остается После Всего 5 Гигабайт Памяти На Все Все Итак По Нижнему Меню У нас Значит Bluetooth Wi-Fi Яркость Энергосбережение Вот Он Начал Выключать Ни Одно Из Приложений Не Требует Выключает Есть Закрытие Всех Приложений Погода Так Значит По Батарейке По Батарейке У нас Следующее Если Ты Используешь Включаю Все Гаджеты С утра Как Встал Часов Там Восемь Да Включил Все Гаджеты То То есть GPS Интернет Включил Мобильный То есть Мобильная Связь У тебя Все Работает То Батарейки И до Шести Вечера Хватает Если Ты Не гоняешь GPS И Интернет Мобильный То К концу Рабочего Дня У тебя Где-то 83% Еще Заряда Остается Часы Без Подзарядки Выходными Полностью Субботу Воскресенье С пятницы Лежат И Им хватает Заряда То есть Где-то Двое суток Они работают Если их особо Не трепать Только Время Посмотреть И Не лазить В них В них Что У нас Еще По часам У часов Есть Вот Такая Вот Зарядка На Магните Вот Они Собственно Блок питания Не идет В комплекте В комплекте Идет Еще Отверточка Под винты 4 винта Запасных И Инструкция Давайте Покажу Итак Это у нас Пакетики Пакетики Вот 4 винта У нас Запасных Вот У нас Отверточка Такая Вот Также У нас Идет Пленочка Здесь Я уже Наклеил Вот От нее Остатки И Инструкция Инструкция На китайском И на английском И все Блока питания Нету Ну и хорошо На самом деле Я уже давно Купил Зарядную станцию Как нибудь Сниму Ну По часам В принципе Здесь все Еще у нас Здесь есть Барометр Значит Взойдет Шкала Шкала В засветке Сейчас я попробую Убрать Засветку Вот так Это выглядит Показывает Давление И высоту Ну Учитывая Что Я на четвертом Этаже Думаю Высоту Он показывает Правильно И так Вот так Они выглядят На руке То есть Не очень Массивные Да Кстати Если долго Сидишь В приложениях Задняя крышка Начинает Поднагреваться Прямо Такое Терпеть Можно Но уже Дискомфорт То есть Все видно Отводится На заднюю крышку Ну На этом Обзор Заканчиваю Всем Счастливо Всем Удачи Счастливо Счастливо Счастливо